Всем привет, друзья! Мы рады приветствовать вас в новом выпуске. Сегодня у нас новинка от компании Звезда. Это Терминатора 2 в 35 масштабе. В наборе содержится 4,43 детали. Размер модели в длину 20 сантиметров и 2 миллиметра или 202 миллиметра. И немножечко о том, какая это новинка. Новинка это половинка на четвертинку. Итак, артикул набора 3695. На коробке у нас по-прежнему прекрасный бокс-арт. Единственное, кто нарисовал его здесь не указано, либо скрыто в каком-то очень интересном месте. С обратной стороны коробки у нас, как всегда, тестовая сборка модели. На боковичке информация о размерах и количестве деталей и табличка с красками. Переходим к обзору далее. Кисточки надо вот эти вырезать. Вырезать эти кисточки. Это говно развалено по всему столу. Итак, в наборе у нас, как заведено ныне у Звезды, вложен вот такой листочек с инструкцией по окраске, с таблицей, содержащей необходимые краски для окраски и несколько ракурсов, которые нам помогут нанести маски и покрасить данную модель так, как это нужно. Замечу, что здесь даны две проекции левое и правое, чего не было в предыдущей модели от Звезды ETT 90MS. Обзор которого вы можете посмотреть, пройдя по этой ссылке и проекция сверху, что в общем-то в принципе нам поможет довольно неплохо понять, как должны располагаться пятна. Но единственная моя заметка на тему того, в каком виде должна вкладываться такая инструкция по окраске, я думаю, что было бы неплохо, если бы, скажем, Звезда вкладывала инструкцию по окраске в масштабе 1.35, то есть чтобы можно было, грубо говоря, если кто-то делает маски из скотча, накладывать скотч на инструкцию, обводить карандашиком или еще как-то, да, и переносить эти маски на модель. Это было бы очень-очень удобно. Если вы увидите этот обзор, дорогие представители компании Звезда, обратите на это внимание. Возможно, это будет очень здорово. Итак, инструкция данной модели. Как всегда, арт, краткая справка о модели, предупреждение внимания, не забывайте сначала ознакомиться с тем, что указано здесь. Обязательно. Особенно, если вы в первый раз собираете какую-либо модель. Обязательно. Итак, в наборе у нас содержится 8 литниковых рамок, как обычно, сеточки, веревочки и так далее. Ничего примечательного. Таких рамки у нас две. Ну, об этом мы узнаем чуть позже при осмотре пластика. Несколько этапов по сборке данного аппарата. В общем-то, все, как и в последних инструкциях у Звезды, все очень хорошо, все понятно. Никаких трудностей это не вызывает при сборке. Все этапы стандартные, в общем-то. Эти все этапы можно было заметить на БМПТ Терминатор первого варианта раннего и на Т-90А. Или просто там Т-90 был, по-моему, у Звезды. К сожалению, я его в руках не держал, поэтому точно говорить не буду. Но низ точно такой же, как и на предыдущих двух моделях, которые Звезда выпустила раньше. Собственно, до непосредственно этого разворота. Здесь у нас собирается на боевой модуль или турель. Я бы назвал ее все-таки турель. Боевая башня, да? Она же турель. Последняя страница с черно-белым вариантом. Как и что окрашивать. Табличка. Шаги. Инструкция, как использовать декали. И так далее. Также в очередной раз у нас упаковщик номер 6. Передаем вам большой привет. Спасибо вам. Переходим к рассмотрению пластика. Первое, что мы рассмотрим, это рамочка с стеклянными элементами. Элементы довольно неплохие. Но, скажем так, со временем форма уже пришла в негодность. Так как форма эта 2014 года, судя по клейму, 2014 год. В принципе, они прозрачные, но присутствует немножко какая-то мутнота. В целом, неплохо. Неплохо. Вот элемент фары довольно хороший. Блеск хороший, приятный. Качественный. Прям такой. Ну, вот на больших элементах, плоских, присутствует какая-то муть. И вот на этом элементе можно обратить внимание, как будто бы слегка-слегка такая утяжина. Но я думаю, что это не критично. Все-таки это модель, скажем, танка, грубо говоря, да? Поэтому это не так страшно. Припылим, замажем и будет нормально. Также в наборе, как всегда уже по традиции, звезда кладет вот эту вот сеточки, веревочку. Ну, будем собирать. Посмотрим, что из этого можно будет собрать. Я имею в виду, будем коллекционировать вот эти пакетики. Я думаю, что звезде, в принципе, уже можно было бы отказаться от них. Я так думаю. Это было бы проще. Итак, следующий литник. Это рамка литниковая, которая в себе содержит катки, элементы гусеничных лент, они же траки. И давайте сразу обратим внимание на то, что это рамка выпуска 2011 года. Если я не ошибаюсь, в этот код вышел Т-90 у звезды. И эта рамка непосредственно оттуда полностью, целиком и полностью. Те же катки, которым есть нарекания. Нарекания такого формата, что, ну, ребят, прошло как бы уже 7 лет, вы не удосужились изменить катки. И не можете изменить полностью форму. Сделайте новую форму и сделайте как набор исправлений. Я думаю, что, в принципе, это возможно в масштабах вашего производства. Это было бы очень-очень хорошо. Ну, к набору коррекции, да. То есть, на данных дисках, на Т-90 отсутствует бортик и довольно низкий профиль у бандажа. Хотя, да, он у Т-90 и так очень маленький. Но, все-таки, говоря о бортике, который должен у самого диска присутствовать, его здесь нет. Соответственно, ну, все это выглядит не очень хорошо. И, как обычно, вот этот литейный шов, да, шов на бандаже настоящего танка, он присутствует. Но, я думаю, то, что все-таки в 2018 году и с вашими возможностями можно было бы уже сделать более интересное что-то. В принципе, по качеству данной рамки никаких нареканий нет. Качество неплохое. Хоть и прошло довольно много времени с момента выхода данного набора, первый раз, 7 лет использовалась форма. Возможно, она, конечно, и не одна. Но, тем не менее, облоя по-прежнему нет. Все прекрасно выглядит. Все чистенькое, аккуратненькое. Траки. Ну, с той детализацией, которая была на 2011 год, в общем-то, приемлемая. Вот, на данный момент, конечно, это уже не очень. В общем-то, на этом особо рассматривать литник нечего. Здесь вот элементы шторы присутствуют. Можно обратить внимание, так как рамка вот Т-90. Ну, и, в общем-то, наверное, все. Да, и этих рамки в наборе две. Следующая рамка у нас содержит элементы корпуса, люков, боковых экранов с защитой. Опять же, говоря о новизне, как я и сказал в начале этого обзора, что модель серединка на четвертиночку новая. Здесь можно обратить внимание на то, что клеймо на рамке 2014 год. Это год выхода БМПТ первого варианта раннего. Собственно, эти рамки просто взяты из того набора комплектов. По-прежнему, качество все то же самое. Оно неплохое. Все пролито хорошо. Все толкатели с внутренней стороны. Противокумулятивные сетки все пролиты. Никаких нареканий к ним нету. Пока, пока будем собирать. Время покажет, что будет с этой моделью. Насколько она аутентична и, может быть, там попадает в чертежи, об этом я сказать не могу. Я так глубоко обычно не залезаю. До поры до времени, скажем так. То есть, все касается какого-то определенного момента. Если что-то требуется, какую-то информацию найти, то лезем и смотрим, изучаем, сравниваем. Предыдущая рамка у нас была 2014 года. Эта рамка у нас 2015 год. Здесь у нас элементы гусеничных лент. Некоторые контейнеры. Два варианта динамической защиты. Или как она там, реликт, по-моему, называется. Или что-то в этом роде. Если я не прав, поправьте в комментариях. Напомните, как это правильно обзывается. И боковые стенки корпуса танка. Здесь у нас толкатели с внешних сторон. Что, ну, как бы не очень, да. Но хорошо хоть они закрываются экранами. Но, тем не менее, если вы захотите сделать, например, машину без экранов, придется вам каждый толкатель замазать. Чего, собственно говоря, уже нету на модели T90MS, если сравнивать. Да, давайте вот так вот посмотрим. То здесь никаких толкателей, в общем-то, в помине и нет. И это хорошо. К этой модели мы еще вернемся. Обратимся чуть позже. Здесь у нас элементы корпуса. Сетки, лючки и траки. Без облоя, без утяжин. В общем-то, тоже форма поработала уже 4 года. Но по-прежнему все на ней прекрасно. Но толкатели, конечно, лютые. Следующая рамка у нас содержит элементы башни данной модели. Также здесь можно обратить внимание, что присутствуют элементы кожуха предыдущей БМПТ. То есть, в принципе, в теории, я думаю, что из этого набора можно собрать чуть ли не первый вариант при большом старании. Ну, я думаю, что некоторые детали, конечно же, будут отсутствовать. Но мы это узнаем только из сборки. Давайте посмотрим поближе. Качество, в общем-то, хорошее. Звезда сейчас следит за литьем, что получается у них на выходе и контролирует. Оба ствола даны целыми деталями. Единственное, без отверстия. Ну, отверстия, в принципе, можно рассверлить. Это не такая большая проблема. И я думаю, что, в принципе, эти стволы можно и не менять на латунные, точеные стволы. Так как при нормальной обработке они будут смотреться не хуже, чем точеные. Больше здесь обратить внимание особо не на что. Качество, как я уже и сказал, хорошее. Все детальки на своих местах. Никакого облоя. К маленьким деталям. Вот здесь хорошо видно. Приливы сделаны такие же маленькие, чтобы было все удобно подрезать. Все как надо. Звезда хорошо сейчас делает. Мне нравится. По крайней мере, не вызывает никаких нареканий при сборке их модели. Практически можно срезать и приклеивать. Ну, с небольшой подчисткой, естественно. Следующий литник содержит элементы корпуса танка самого шасси. Здесь нижняя часть, дно корпуса, крыша с надгусеничными полками и элементы надгусеничных полок, отвал. Что сказать можно о качестве? Литник 2014 года, это все та же БМПТ. Ничего здесь не изменилось с тех пор. Очень жаль, я думаю, что изменения внести, какие-то корректировки можно было бы в БМПТ-2. И я думаю, что они наверняка там присутствуют. Но об этом мы узнаем только если мы съездим на экскурсию в какой-то музей. Что, в общем-то, очень хорошо было бы. Так, ну вот на этой детали, на дне присутствуют некоторые утяжины. Я думаю, что это не страшно, так как все равно здесь кто-то будет запулять. И, в общем-то, это низ, особо никто сюда не смотрит. Деталь без перекоса. Это хорошо видно. А вот верхняя часть с небольшим выгибом. Это, я думаю, что не очень. Но я думаю, что оно, когда сложится, все встанет на свои места. Здесь толкатели. А с внутренней стороны это хорошо. Молодцы. Хвалю. Так. И, собственно, это был предпоследний литник. Переходим к обзору последнего литника. Вот этот литник у нас как раз уже 2018 года. Это свежий. Но я так понимаю, что здесь присутствуют элементы от старой БМПТ. Возможно, это люки, трубы. Какая-то мелочевка. Кожух появился здесь. Вот эти части кожухов для ракетниц. Ну, в общем-то, в принципе, наверное, все. Некоторые мелкие элементы. Держатели тросов, шансы и так далее. И вот эта вот деталь, которая была на предыдущих рамках, здесь новая. С новыми элементами брони. Сделано все очень хорошо. Расшивочка тонкая. Никаких смещений нет. Выглядит оно очень-очень хорошо. Трубы. Трубы даны, к сожалению, из двух половинок. Но я думаю, что если они будут в корпусе, то особо-то мучиться с зачисткой, подгонкой этих деталей не придется. Заглушки, коуши, корпусы камер наблюдательных приборов. Еще два ствола. И, судя по всему, они все-таки отличаются. И, как минимум, они чуть-чуть короче. Но, опять-таки, даны целыми деталями, но без отверстий. Ну, в общем-то, логично, что они без отверстий, потому что отливать отверстия на таких стволах не всегда удобно в изготовлении формы. Даются маленькие-маленькие колечки. Проушины какие-то элементы радиаторов, насколько я понимаю. И, в общем-то, в наборе это был последний литник. Если вы еще до сих пор не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Не забывайте нажать на колокольчик для своевременного получения уведомлений о событиях на нашем канале. Также проходите по ссылкам в описании под данным видео. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И да, друзья. Как ни странно, этот набор не содержит декалей. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...